Замесила тесто, Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам эклеры. Но по моим правилам. 12 часов и 6 минут в стране. Здравствуйте, друзья мои. Безумно рада к вам вернуться сюда после непродолжительной, но неприятной болезни. По голосу моему вы еще с утра определили, что все еще не закончилось, но я все-таки до вас добралась. Спасибо большое за ваши приветы и пожелания в самом начале сегодняшнего эфирного, нашего спецэфирного часа. Все видела. Спасибо вам огромное. Очень рада к вам вернуться. Рада, что вы скучали. Рада, что я скучала. Это говорит о том, что мы стали друг другу близки. И вернулись сегодня эклеры. И будем мы сегодня их печь. И снова буду печь я их не одна. Сегодня у меня замечательный гость. Но прежде чем я его представлю, напомню, при участии вашим проходят наши программы. Вы об этом помните, да? Для тех, кто не помнит рассказы, вы можете писать и участвовать в беседе. Для тех, кто делает это из Израиля, ему удобнее общаться в WhatsApp, будьте любезны. 0508910614 наш студийный WhatsApp. Те, кто нас смотрят на канале «Гвозди» и участвуют в программе через наш чат, то, пожалуйста, для того, чтобы я заметила ваш комментарий или вопрос большими заглавными, то есть капсом, пишем «Лера», и тогда я увижу ваши сообщения 100%. Я уже вижу ваши сообщения. Приветствую всех. Спасибо за стихотворение. Всегда, пожалуйста, от души вырвалось, наконец-то выплеснулось. Ну, а теперь гость. Все, что обо мне, да обо мне. Сегодня у меня в гостях продюсер и публицист Геннадий Шульман. Гена, приветствую. Да, приветствую. Или правильно говорить Геннадий? Как правильно говорить? Здесь я Гена Шульман. Здесь Гена. Гена Шульман. Мне кажется, что вот в продюсер и публицист не уместится все, что... Публицист ли, может быть, точнее литератор? Литератор. Поскольку я целую книжку написал. Ну, так это тоже публицистика, да, можно сказать. Это не публицистика, это художественная литература. Она же опубликована. Будем докапываться до корней слов. Что ж, но... Пусть будет литератор. А как тебе нравится? Хочешь называть? Вот, я сразу покажу книжку. Замечательная совершенно книжка. Вот такая вот книжка. Вот видно возле меня точно. Вот про то, как там. И вот с этого мы, собственно, начнем разговор про то, как там. Обычно, когда читаешь в интернете про человека, с презентациями у людей все плохо. Они говорят, что там легендарный, великий, самый первый, самый лучший. Потом заходишь к человеку в интернет, начинаешь про него читать и понимаешь, что все это как бы, ну, как говорится, писеми по Вадивилина. И половина из этого неправда. И вот сразу хочется задать вопрос. А правда ли, правда ли, что ты был первым человеком, кто получил в Беларуси разрешение на вот такую вот привозную деятельность для гастролеров зарубежных? Точнее, это не разрешение на деятельность. Это как бы лицензия, в принципе, на организацию концертно-зрелищных мероприятий. Это было в 92-м году, когда Беларусь стала незалежной. И мы с нашей командой, самая первая, подали заявку и получили лицензию номер один. То есть вот это как бы... То есть таки да. То есть лицензия номер один там... Да, да, это правда лицензия номер один. Где-то в кулуарах белорусских следственных органов затерялась эта моя лицензия номер один. Поэтому прошу верить на слово. 92-й год. Начало незалежности Беларуси, незалежности Украины. Там всех остальных стран, которые... Насколько резко все поменялось после Советского Союза? Стало ли легче дышать? Стало ли больше возможностей? Стало ли больше открытых дверей? Или все осталось как было? Было... В Беларуси это было до 96-го года где-то. Вот в 94-м пришел Лукашенко. Годика-два он присматривался. Вот. И в 96-м начал серьезно закручивать гайки. Ну, а до нас, до меня и моей компании добрался только в 2005-м. Честно говоря, когда я услышала про 2000-й какой-то год, про донос, про тюрьму, мне стало как-то не по себе. Мне казалось, что как раз вот это закончилось еще в глубоком совковом пространстве, годах так в 70-х, 80-х. И в перестройку закончилось, когда уже вроде людям давали возможность говорить, творить, что-то делать. Ну, вот в перестройку, да. В перестройку вот был такой период где-то с 87-го по тот период, когда все страны стали опять же независимыми, которые в итоге вернулись каждая к своим таким негативным пенитенциарным схемам. А перестройка действительно была очень веселая. Это как раз был период, когда я начинал, когда я закончил свое высшее культурное учебное заведение, сразу попал в Комсомол. И те, кто, может быть, еще помнят этот период, там очень спокойно можно было при Комсомоле заниматься любой деятельностью, которая только существует на этой планете. В Комсомоле это разделили на два направления, научно-техническое и культурное. То есть были два направления, так называемые НТТМ и молодежные культурные центры. Ну, поскольку я человек культурный, я решил, что мне нужно пойти в молодежный культурный центр. И через полгода, начиная с районного, я попал в ЦК Комсомола Белоруссии. Какая прелесть. Вот, и в тот период Центральные комитеты еще тогда бывших советских республик занимались серьезным шоу-бизнесом, кроме прочего, кроме остальных видов деятельности, с помощью которых зарабатывались деньги и не платились налоги. Вот, то фактически ЦК был прикрытием всех концертных мероприятий, которые проходили на каких-то территориях. Вот так я впервые, впервые тогда мы пригласили в Белоруссию и кино, и ДДТ, и Аквариум, и Алису. Ну, весь рок-н-ролл, весь питерский рок-клуб, московский, уральский, свердловский, зауральский. То есть все-все-все начали активно двигаться, в том числе и в сторону Белоруссии. А когда уже стало можно, то есть в 92-м году, когда все стало самостоятельным и независимым друг от друга, вы решили перевести это уже на личную коммерческую основу? Ну да, это уже комсомол как бы приказал долго жить, все эти структуры комсомольской партии. Как казалось, казалось, что приказал долго жить. Ну, к тому моменту, как говорил Жванецкий, ну у нас с собой было, вот, к тому моменту мы уже были довольно самостоятельные ребятки, и вот какой-то командочкой организовали собственный частный первый антрепризный театр, который назывался «Альтернативный». И на базе этого театра мы сделали первую нашу компанию, которая пронесла первую часть имени практически до 2009 года, когда меня закрыли. Компания называлась «Класс-клуб». Вот, и начинали мы с того, что приглашали на базе театра, мы делали такие закрытые вечера для бизнесменов города, и приглашали туда тогда еще живых народных артистов России, СССР, легендарных, Гафта, Герта, Ульянова, Лановова. Ну, практически пять лет, два раза в месяц. Вот можете себе представить, вот в этой книжечке, там она в самом конце написана... Я вот уже обратила внимание, да. Об авторе, да, и вот там написано вот то количество мероприятий, а «Класс-клубы», вот эти абонементы наши закрытые были первыми нашими подвигами. Вот, ну вот начиная с этого мы начали шествовать по Белоруссии вот на своих как бы самостоятельных ногах. Я, честно говоря, когда только пробежала так вот по диагонали взглядом, у меня... Вот нет слова зависти синонима хорошего какого-то, да, такого, от радости, что люди могли таким заниматься и с такими людьми пересекаться, я вот такой говорю, почему меня там не было, да, потому что имена Евгений Леонов, Зиновий Герть, Юрий Яковлев, Василий Лановой, Лея Хиджакова, Галина Волчек, Татьяна Васильева, Александр Филипенко, Армен Джигарханян. Там такое количество моих любимых артистов, что... Просто арифметически посчитайте, пять лет существовал наш театр и два раза в месяц стабильно мы приглашали вот таких вот артистов и, конечно, наработали очень серьезный бэкграунд, очень серьезный опыт, который позволил нам стартануть уже в ту часть бизнеса, где тебя разрешают пригласить мировые звезды. А как мы, мировые звезды, относились к этому? Охотно ли они шли на сотрудничество или тут в том случае все решают деньги? Платят гонорар, значит, едем. Здесь была одна еще маленькая загвоздка по отношению к Беларуси. Как-то сразу после 96-го года по миру пошел слух, что Беларусь – тоталитарное государство. И те музыканты, до которых этого доходило, они боялись, побаивались, вернее, ехать. Но поскольку у нас были в Москве наши партнеры, наши посредники, наши агенты, они как могли, как умели, уговаривали и уламывали звезд приезжать все-таки в Беларусь, потому что очень удобно на самом деле. Если кто-то может себе умозрительно представить карту Европы, то Минск как раз именно тот город, и Беларусь как раз то государство, с которого очень удобно начинать или очень удобно заканчивать. – Да, по большому счету. – Очень удобно. Я имею в виду российские, вернее, туры в сторону России дальше. – Ну да. – Вот, то есть Минск как раз находился, вот это и есть, многие, кто живет в Беларуси, знают, что Беларусь – это обыкновенное транзитное государство. То есть здесь очень удобно. Поэтому и для удобства в том числе, московские наши агенты уговаривали звезд, хотя не обходилось без инсинуации. Вот, допустим, в АНСМА уговорили, засунули в самолет в Москве. Мы заказали ей частный рейс, потому что не было рейсового транспорта, и она прилетела с самолетом, и самолет приземлился в аэропорту в Минске, а выходить она не хочет. Вот, она всем сказала, что мама ей сказала, что здесь тоталитарное государство, она выходить не будет. – Мама сказала. – Ну да, и вот пришлось нашему агенту, который летел с ней в самолете, вести переговоры с ней, с мамой, уговаривать маму, объяснять, что это тоталитарно, но не совсем, что люди здесь хорошие. – Что обратно она вернется. – Ну и, в общем, в итоге все-таки через часа четыре мы ее уговорили. – Слава богу, что концерт состоялся, люди получили удовольствие. К слову, по опыту, вы общались с таким количеством людей, я понимаю, что одним общением это не заканчивается, это же обязательно послеконцертная рюмочка должна быть. И вот про больших знаменитых артистов советских, всю эту гвардию, говорили, что они только на поверку такие, все очень серьезные, все очень статусные и, как это говорится, боящиеся сказать слово, а на самом деле люди с отменным чувством юмора, с которыми постоянно происходят какие-то истории. Так ли это? Или это действительно очень серьезные, занудные, полу-ГБшные люди? – Очень любят посидеть, очень любят выпить. Если говорить про тех невероятных звезд, имена которых ты успела зачитать, то обычно, когда в Минске заканчивался концерт, есть ночной поезд, и между условно концом концерта и ночным поездом, часа два, два с половиной времени, и мы не завозили никуда артистов поужинать ни в какие рестораны, мы просто накрывали в гримерке, и вот эти два с половиной часа, это было какое-то вдохновение. То есть это был не просто выпивон, а это были разговоры на офигительно задушевные темы, на человеческие, на социальные. Вот они тогда открывались и становились просто простыми людьми. То есть каждый из них, там, Петренко, Филипенко, Леонов, каждый из них открывался по-своему, и было видно, то есть они уже были без вот этого, да, то есть без маски. Вот это время я очень хорошо ценю, помню, и несу это, буду нести до конца жизни. А какие-то такие вот... С Яковлевым. Замечательные истории. С Яковлевым. Рассказывайте. Я прям сразу... Всё, я готова вас слушать. Видимо, знаешь, он... Мы его зацепили в тот период, когда он был... Ну, не берём театр, а был без киношной работы. Вот потому что дядька-то востребован, вот. Вот, но и... Ну, запивал он сильно, вот, и пил. Поэтому, когда вот мы в итоге договорились, и в итоге наш импресарио московский лично привёз его на поезде в Минск, вот, то когда открылась дверь вагона, вот, мы же все с цветами, как бы, да, как обычно, да? То мне на руки кто-то выпал. Вот это был Яковлев. Вот мы познакомились. И вот в таком состоянии он пребывал до отъезда из Минска. Выбрал он себе... Я так понимаю, он приехал вместе с Ульяновым и Лановым. У нас было на троих, как бы. Вот. И я потом понял, почему он взял вещь. То есть я вначале... Потому что я читал её, есть такой рассказ у Чехова, разговор пьяного человека с собакой. Есть такое дело. Есть такое. Да, потом понял, что так удобно. Гениальные люди. Тут, кстати, вот пишут, что при батике находиться при такой денежной кормушке, это особое доверие надо иметь. Здесь дело в том, что, может быть, у кого-то это и было, но я же говорю, поскольку мы первые влезли в самый первый вагон, это был 92-й год, где-то года 4 ещё была вот такая вот вольница. Вот. Когда даже чиновники... Я сделал себя... Я помню это состояние, когда... Ну, нифига себе. Даже чиновники со мной по-взрослому разговаривают. То есть как с Геннадием Михайловичем. Ну, что-то... И вот это продолжалось года 4. Тут ещё пару комментариев. Да это же папа Лёши Гурьева. Мы вообще хотели об этом не говорить, потому что папа Лёши Гурьева интересен сам по себе, между прочим, а не только как папа Лёши Гурьева. Поэтому спокойно. Мы сегодня с Геной Шульманом, с папой Лёши Гурьевым и потом. Хотя нет, сегодня мы его трогать не будем. У нас тут есть о чём поговорить. Вы себе даже не представляете. А когда началось с зарубежными? Это уже под надзором было? Или всё ещё вам давали какие-то крылья расправлять? Нет, это было... Нам давали, но это было под надзором. А в чём это? Вы должны были получать разрешение? Нет, нет, нет. Это был просто контроль со стороны Комитета госбезопасности. А откаты хотели? Не говорили об этом. Дело в том, что концертная деятельность, именно концертная, довольно специфичная такая штука, где, скажем, в качестве взятки можно предлагать не деньги, за которые могут тебя и накрыть какая-нибудь твоя служба, шестой отдел какой-нибудь, отдел внутренней безопасности и так далее. А у нас был целый список, ну, человек сто тех представителей силовых структур, которые получали пригласительные билеты на каждый концерт. И вот это, собственно, и было наше вхождение, как бы, ну, вот в такое вот, как бы, ну, некая френдли-историю такую, да? То есть мы вам даём пригласительный шестой ряд в центре, вот, а вы нас не сажаете, как бы. Хороший договор. Какое-то время это работало. Так, сразу пошли комментарии из серии «Рассказывать, кто пил, кто нет, это желтуха». Ну, и что? Что плохого в желтухе? Это раз. Я тоже могу рассказать о том, кто пил из актёров и прочих, но в отличие от Гены не буду, ибо сие подло. Ничего подлого в этом нет, я отвечу, да? Потому что все пьют, у всех случаются такие вещи. И даже с небожителями, которыми мы, собственно, считали всю эту звёздную братью. Абсолютно. Я поддержу тебя не потому, что хочу сам себя защитить, потому что, ну, оправдываешься, говорят, уже наполовину виновен. Дело в том, что я сейчас не понимаю, по какой тяге, но просматриваю те документальные фильмы и публицистические фильмы, которые сделаны очень солидными, известными людьми, о солидных, известных людях, актёрах театра и кино, музыкантах и так далее. Там практически все, ну, даже если взять, вот должны все помнить, чтобы помнили, да, помните эту программу Филатова, да? У него практически все, кто были герои его передач, они все алкоголики, они все спились, они все пили, он об этом говорил. Но он говорил с той, под углом, он досадовал о том, что их забыли, что их не поддержали, что они уже были никому не нужны. Они просто были выкинуты своими коллегами, начальством и историей. Ну, то есть киношной историей, да? И это очень сложно выдержать людям с тонкой душевной организацией. Абсолютно, абсолютно. Почти все... Кроме того, это ещё очень сильно подчёркивало талант этих людей. У меня не так далеко есть история. У меня есть история, скажем, про современных музыкантов, про Сашу Васильеву из группы «Сплин». Я просто эту историю рассказываю, что такое профессионализм не пропьёшь. Я видела это собственными глазами, когда человека вынесли из гримерки, уже в состоянии тяжелейшего алкогольного опьянения, к сцене. За сценой подняли его на ступенечки, надели на него гитару. Он два раза хлопнул себя по лицу, ровным шагом вышел к микрофону. Там их было несколько артистов в этом фестивале. Он 45 минут своей программы отлобал, отработал на ура. Дошёл, значит, до этого места, куда его принесли, и упал. И тогда я поняла, что такое. Вот воочию видела, что такой профессионализм не пропьёшь. Потому что не было пропущено ни одного слова, ни одной ноты. Он общался с публикой. В общем, это было нечто удивительное для меня. Ну, ты скажешь, что тот актёр или та актриса пили и довольно наглухо это... Ну, это не залезть к ним в грязное бельё. Это, в общем-то, достояние сегодня уже. Ну, зайди куда. На любые приличные. Просто раньше это очень сильно скрывалось, потому что советскому человеку не пристало появляться на людях, будучи... Это всё скрывали, да. Да, конечно. Это всё скрывали всевозможные партийные органы. А если, например, уйти совсем в гениальных людей, возьмём того же Владимира Семёновича Высоцкого. О чём речь? О чём речь? Оказалось, что он такой. И такой, ну, и ладно. Ну, и ладно. Опять же, это не умаляет. Он боролся с собой, конечно. Он боролся и создавал образы в кино, и создавал... Какие песни мощные? А вопросы я тебе задаю, потому что обычно всякие такие вот истории, занимательные, они происходят именно, когда люди выпивают. Звучат какие-то интересные байки. Идут какие-то интересные разговоры. Именно потому что алкоголь, как ни крути, это такое вот... Алкоголь connecting people, то, что называется. Ну, и не только, то есть всегда, но в том числе и из-за лишнего выпида. Допустим, как вот у нас с Караченцем было, когда он немножко... Мы пригласили его вечером, так ему понравилось в нашем ресторане. У нас к тому времени, уже когда заканчивалась наша история с театром, у нас даже уже был свой ресторан. Театр был на втором, на первом был ресторан. И мы уже приглашали наших артистов выступить в театре и откушать в ресторане. И ему так понравилось, что он опоздал на поезд. Вот. И у нас была целая история с этим опозданием. У него на следующий день ссори с Чуриковой. Вот. А он сел... А у нас администратор, которого я попросил сопровождать, он такой... В Минске на вокзале есть третий и четвертый перрон. На третий приходит поезд «Варшава-Москва», а на четвертый «Москва-Варшава». И приходят они одновременно. Вот. Значит... Господи, нам надо не придумать, что ли. Да, наш администратор, а он только начинал у нас практику проходил, чего мне с дуру дернуло отправить его ответственным закорачиваться. И он посадил его на поиск не «Варшава-Москва», а «Москва-Варшава». И чувак поехал в «Варшаву». Какая прелесть. Ну, я даже боюсь себе представить, как его назад возвращали. Тут есть достаточно серьезный вопрос. А у нас минута до перерыва, который у нас обязательно бывает на несколько минут в середине часа. И вот за эту минуту, чтобы не задавать вопросы, не прерывать на полусловия, я просто напомню всем, что программу Эклеры Голицыны после того, как она заканчивается в прямом эфире, можно посмотреть в YouTube-канале «Лучшее радио Израиль» через пару часов. Эта программа появится там, ее можно пересмотреть, можно переслушать, можно оставить комментарий, можно поделиться, можно все что угодно. Также на аудиоплатформах, где есть аудиоподкасты, также можно будет найти программу Эклеры Голицыны сегодняшний выпуск, тоже через некоторое время. Так что мы с вами везде, где только можно, ну и каждый день на 106,4 FM «Лучшая радио» с 12 до 2 в прямом эфире. Ну и последнее, что хотелось бы напомнить, группа. В Фейсбуке есть группа, где появляются анонсы, где также появляются ссылки на уже вышедшие программы. Так что заходите, находите, подписывайтесь, подключайтесь. Будем общаться внутри группы, посвященная программе Эклеры Голицыны. Я вам в ней тоже буду очень-очень рад. Сейчас у нас небольшой перерыв, после которого мы снова вернемся. Таки да, продолжаем печь Эклеры. Сегодня у меня в гостях продюсер и литератор Гена Шульман, я запомнила. Еще раз приветствую. И что у нас здесь в комментариях? У нас есть вопрос. Геннадий, а с высоты своего опыта, есть ли у вас универсальный совет тем, кто остается там до сих пор? Сжигать мосты и уезжать, или продолжать компромисс по возможности? Ох, тяжелый вопрос. И здесь, конечно, какой вопрос такой ответ. Кто может уезжать, уезжайте. Кто не может по каким-то причинам ехать. Ну, я не говорю, оставайтесь, они вынуждены остаться. И у меня в Беларуси, в Минске очень много таких друзей. Очень много. Не просто порядочных и приличных, а просто тех, которые, скажем, в августе 2020 года, они просто управляли массами, управляли движением, управляли вот этой вот толпой, которая сначала была массовой, потом чуть меньше и меньше, когда начали блокировать. То есть, это вот вся была такая работа очень серьезная. И эти люди не смогли выехать, потому что у них четверо детей. Вот. И у многих такое. Больные родители. Ну, о чем мы говорим? Больные родители. У каждого свои обстоятельства есть. Да, нет таких обстоятельств, не связанных с какими-то такими глобальными, по которым не выехали бы люди. Почти все уже приличные. Кто мог выехать, выехали или пытаются выехать, потому что на них сегодня очередные волны в Белоруссии. Постоянно обновляются эти волны арестов. И я был просто потрясен вчерашней одной новостью, когда взяли жену приятеля. Перед этим выпустили сына суток. И сын сказал, папа, завтра должен за тобой прийти. И они, оставив жену и маму в застенках, они вот вчетвером, папа, втроем вернее, папа, сын и еще их там брат, вот они срочно уехали в сторону Польши. То есть это безумие. То есть понять это сложно, но это вот так получилось. Мне удивительно, на самом деле... Чтобы всю семью не арестовали, они вот... Просто уехали. Просто уехали, оставив маму на растерзании этим безумцем. Это, конечно, вот врагу не пожелаешь, честно говоря. Поэтому вот цена отъезда, понимаете? Поэтому каждый сам решает для себя. Выбирает для себя, да, как женщину-религию-дорогу, как у Левитанского. То есть здесь как бы еще и вот это каждый выбирает для себя. Тут, да, поэтому универсального совета здесь быть не может. Тут каждый для себя решает, что можно делать. Здесь можно махать шашкой как угодно и в чем угодно обвинять, ну, как бы своих бывших земляков. Все эти новости, которые мы здесь читали в течение достаточно долгого периода о запрете аплодисментов в театрах. Это было правда? Действительно, на концертах на... Да. Что больше трех не собираться на улице. Да. А как артисты вообще... Мне так друзей арестовали. У меня как бы, ну, в силу возраста у меня друзья как бы или такого же, или чуть старше. То есть, условно, от 65 до 70. Это довольно известные меньшане. Кто-то известный архитектор, кто-то известный художник народный. Вот, кто-то какой-то крутой бизнесмен. Вот их было семеро. И они просто вот в прошлом году... Есть такой очень красивый парк Янки Купалы в центре города. И они праздновали уход зимы. То есть, это было начало марта. И они всемиром собрались на лавочке в парке Янки Купалы радоваться весеннему дню. Вот. Ну, и через пару минут кто-то их или сдал, или слил. Ну, вот кто-то сказал, что там... Несанкционированный митинг. Да, несанкционированный митинг. Их всех семерых, всех народных закрыли на 15 суток. Ну, у меня всегда возникал вопрос. А если это семья? Не знаю, мама, двое взрослых сыновей и папа стоят посреди улицы и решают, где им пойти кофе попить. Я не знаю. Это уже тоже, получается, несанкционированный митинг? Лера, ну, если такое слово беспредел... Есть. Понимаешь, правовой беспредел. Вот то, что происходит сегодня в Беларуси, это такой неприкрытый правовой беспредел. Просто уже практически сняты все ограничения для силовиков. А поскольку это люди очень суровой душевной организации, они вытворяют, что хотят. То есть там аморалка просто зашкаливает у всех. То есть сегодня нет, вот как в кино раньше показывали, хороших милиционеров, хороших следователей, сыщиков. Помнишь фильмы 40-х, 50-х? Чудесные фильмы. Я периодически их пересматриваю. Сегодня там такого не осталось. Ой, какие вкусные клеры сегодня. Как я люблю байки всякие, эстрадные или театральные. Вот поэтому я тоже люблю. Поэтому радостно приняла в свои объятия. Что нам тут пишет? Марк пишет. Ребята, получается, вы оправдываете быдлячество Киркорова, Лепса и других хамов от сцены. Это не профессионализм, а хамское отношение к зрителю. Мы об этом говорили раз, не кажется? Нет, я знаю, с чем это связано. Если артист, употребляя что угодно, будь то алкоголь или что-то еще, на сцене так не выглядит, на сцене отдает всего себя четко, скажем, как бы это просто сказать. То есть вы по нему этого не увидите. Это будет тот же артист, которого вы любите, который вам улыбается, который чисто поет живым голосом, не под фонограмму, который играет свою роль, не забывая текста. Это профессионализм. А что он там употребляет, это уже не ваше, называется, профессиональное дело. А если человек выходит на сцену так, как выходят Киркоров, Лепс и другие, позволяющие себе пускать слюни, сопли, шататься, забывать слова, вмычать мимо фонограммы, это не профессионализм и хамское отношение к зрителю. Поэтому вы, божий дар, с яичницей не смешиваете, и мы тут ничего не оправдывали. Честно говоря, я как человек, который представляет профессию, связанную с шоу-бизнесом, здесь бы стрелы еще запустил бы в сторону зрителя, который ходит на такой, зная, что вот такой вот у него, такой вот любимый артист, допустим, Лепс, сколько раз Лепс выходил, ну просто никакущий. И если зритель на него идет третий, четвертый, пятый, десятый раз, то у меня вопросы еще и... Почему бы ему не приносили? Да, тут у меня вопросы как бы и к зрителю. Ну а что ж ты позволяешь как бы себя вот так вот над собой так куражиться, какому-то, ну, какому-то мудаку? Ну да, мне было достаточно одного раза сходить на одного артиста, я не буду говорить. Хотя нет, могу сказать, это был концерт Чижа здесь, в Израиле, и когда мы ждали начала концерта, я видела, как фляжечку с одним опрокинул, рюмочку с другим опрокинул, еще это самое, в общем, на сцену вышло... Кузьмина сколько таких концертов отмененных, да? Кузьмина я, к счастью, не люблю, поэтому не видела, а вот с Чижом на сцену вышло нечто совершенно невменяемое, нечленораздельно мычавшее в микрофон, и вот после первого вот такого нечленораздельного здрасти я развернулась, ушла и сказала, знаете, что я как к тебе уважительно отношусь, и это как бы не про меня, и все, с тех пор я больше ни на один концерт Чижа не ходила, мало ли, не хочу больше. Че я хотела спросить? Мне всегда было интересно, люди, которые занимаются вот подобными извозами, да, привозами, приглашениями, ну а как это сейчас? Привезли, отвезли, ну в общем, те, кто занимаются гастрольной деятельностью, вы каким образом выбираете, с кем договариваться? Это артисты, которых вы любите, или все-таки имеет значение популярность среди населения той страны, которую вы хотите порадовать? Ну вот знаешь, Лера, ты попала в одну очень интересную тему. Я раньше преподавал прикладной шоу-бизнес в одном из белорусских вузов, и вот у меня была такая тема, жанр, который ты любишь, но не приносит дохода. Ты продолжай? Понимаешь, это на самом деле очень серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос, с которым нужно разобраться на старте, когда ты собираешься попробовать или начать вот эту деятельность. То есть в плане цели, ты хочешь заработать или ты хочешь получить удовольствие? Да, да, потому что очень многие любят джаз, любят рок-н-ролл, любят какие-то эксклюзивные жанры узкие, но на эти жанры приходят, допустим, наверняка, ты знаешь такие примеры, когда маленький клуб, приходит 10 человек, 12 человек, а ты собираешься заниматься шоу-бизнесом, и тебе это нравится, тебе нравится инди-поп, тебе нравится еще что-то, тебе нравятся какие-то жанры, еще раз говорю, эксклюзивные, ну, на которых ты не понимаешь, то есть ты не знаешь, есть ли вообще, в принципе, целевая аудитория на этот жанр, и сколько к тебе придет. Поэтому, конечно, очень важно, имея собственное пристрастие и любя, допустим, рок-н-ролл, не чураться, допустим, и попсы, если эту попсу представляет, допустим, ну, какой-то артист, артист, который дает залы. Который собирает залы, да, собирает, приносит. Так и любой жанр, да, так и любой. А в плане зарубежной музыки это тоже больше ты, опять же, если ты живешь где-то, скажем там, в Минске, а, по-моему, любой приезжающий гастролер откуда-то совсем издалека, это автоматический сбор зала или нет? Не автоматический. Автоматический не сбор зала. Автоматических сборов зала не бывает? Я пригласил однажды. И здесь еще раз очень важно понимать, что, когда ты находишься рядом, когда ты отдельный регион, но это рядом с Россией, считай, что ты все-таки российский регион, то есть русскоязычный, я бы так сказал. Поэтому, когда главные агенты, а это московские агенты, простраивали маршруты, они всегда делали как бы Беларусь, ставили на маршрут и считали это своим регионом, и им было удобно, было всем удобно. Так вот, я на Аррейре обломился. Она была сумасшедшая звезда в свое время, если я не знаю, помнишь ты или нет. Помню. Наталья Аррейра, какой-то сериал был. Дикий ангел какой-то. Да, да, да. Извини. Видимо, мне очень хотелось забыть, и я это сделал. И вот московские коллеги предлагают, чтобы мы организовали ее в Минске. И я как-то так отнесся к их экспертизе довольно серьезно. А в итоге оказалось, что этот сериал в России смотрели по неосновному, по какому-то кабельному каналу, но который идет во всей России, а в Беларуси этого канала почти нет. То есть, они собрали каких-нибудь своих два олимпийских, а у меня в 5000-й дворец спорта пришло 150 человек. Вот это был облом как бы довольно серьезный. И таких примеров, их не масса, но они есть. Они есть, когда ты не изучил рынок, и вот здесь вот тоже очень правильно упомянуть о такой теме, как анализ рынка. То есть, надо проанализировать, промониторить, какая целевая аудитория есть они, сколько их человек. Сколько их, да. Тут написали попсу, и может быть любая музыка, как только группа становится популярной, она превращается в попсу. А в каком жанре она работает, совершенно не важно. Слипкнот попса. Вот я тут не соглашусь. Вот есть совершенно чудесная группа Бегемот, название которой вы часто можете видеть на моей футболочке, да. Группа с мировым именем, группа играет black metal. Но человек употребляет попса именно в том смысле, в котором он сказал. Они очень популярные. Они действительно очень популярные. И они собирают стадионы за рубежом. В Израиле они с трудом собирают ридинг. С трудом. У них в прошлом году, когда они при... Да, прошлый год это, кажется, был. Или позапрошлый. Я, честно, сейчас не вспомню. Это был июль месяц. Сейчас не вспомню. По-моему, прошлый год, когда они приезжали сюда, это был их первый sold out за почти десяток лет, которые они сюда приезжают. Лер, ну человек здесь говорит немножко о другом. Это тоже попса, считай. Это очень популярная группа, но она как бы узконаправленная. Но он говорит в своем абсолютно широком смысле понимания вот этого слова поп, попса, популярного. Если ты стал популярным, значит, ты попса. И неважно, это heavy metal или это underground, дикий, или это инди-поп. Ну да, но в любом случае это целевая аудитория. Он может быть абсолютно известным с мировым именем артист, но вот в конкретно нашем регионе фиг соберет. Я с ним не согласен, но мы каждый останемся при своем. Есть безумное количество тяжелых групп, которых сюда не решают все эти антрепренеры, по причине того, что они, обладая своей популярностью, они не собирают. На самом-то деле, да. Я с ним не согласен, потому что поп – это жанр, а не такое широкое философское понимание популярной группы. Так, здесь еще у нас тут у кого-то воспоминания. Moscow Music Peace фестиваль, рок-фестиваль 89-го года на стадионе «Лужники» в Москве. Три дня. В первый день Ози Осборна вывели на сцену, он сказал «фак ю, Москва, рухнул ниц, его унесли». Вот, а вы говорите. А вы тут… Яковлю. А кого из артистов пришлось дольше всего уговаривать? Были такие, которые вот вроде и свои родные, советские, большие, всех любят, и их все любят, а фиг добьешься? Жванецкого. Жванецкого. Серьезно, Михаил Михайлович, не-не-не. Я, наверное, лет десять его уговаривал. О, как. А чем мотивировал? Ну, как-то вот не добирался он до Беларуси, вот как-то было вне… Беларусь вне… Вне его было интересов, наверное, но потом все-таки я его добил, дожал. У него был очень-очень такой интеллигентный директор, которого я пытался по телефону, потом приехал в Москву, уговаривал. Ну, вот все-таки ну, и уговорил. Я еще читала, с Никулиным была забавная история. Ну, с Никулиным, да, но чуть меньше, два года всего. Два года, ты уже уговаривался. Два года. В итоге, да, в итоге пришлось брать его на рабочем месте. Да, как на рабочем месте. Я приехал в Москву. Да, что мне больше всего понравилось, это то, что сыграло роль в данной ситуации, почему он согласился. Да, да, да. Ну, я думал, что я его убедил, что мое обаяние нечеловеческое, да, что как-то это сыграло свою роль, и он потом дал своему антрепенеру согласие, а потом мне антрепенер по секрету сказал, почему он согласился, и я это вот попал вот туда вот, пока в интернет-книжку. Пока в интернет-книжку, причем, чтобы вы понимали, друзья мои, человеку сказали, ну, там даже гафт был, да, как бы уже, это ни на что Никулин, а, гафт был? Ну, раз гафт был, то и я поеду. Вот, оказывается, не человеческое обаяние, а гафт. Все... Тут... Все субъективно в нашем мире, да. А кто был первый, самый зарубежный артист, которого вы привезли? Патриция Касс. Патриция Касс. Вот у меня... Хочется спросить, а правда, что здесь ее знают здесь? Почему здесь? Там, подожди, сейчас я определюсь понятиями здесь и там, на постсоветском пространстве ее знали лучше, чем самой Франции. Конечно. Только в Совке она зарабатывала. Она родная артистка Советского Союза. Вот как-то... А народную ей так и не дали. А народную так и не дали, но она была. Потому что, я так понимаю, что... И таких много было, кстати, и Скорпионс, и Бунием, особенно в начале, когда они еще... Их не стало четверо, четыре Бунием. Бунием, это вообще забавная история. Это группа, которая была организована буквально на один сезон, как летняя группа возле кафе выступающая. Да, никто в ней не предполагал такой популярности. Но она, в общем-то, и обрела эту популярность на постсоветском пространстве больше нигде. Да-да-да. Хочется процитировать группу Ленинград. Любит наш народ всякое говно. То есть, реально, эта группа была... Ну, я бы не сказал такое про Патрицию, Каз. Нет, Патриция это... Потому что... Я про Бунием. Во свой, как бы, формирующийся тогда мозг, когда я только начинал заниматься этой деятельностью, у меня появилось три желания, три тяги, где я очень хотел пригласить именно этих артистов. Вот. Из трех два получилось, а третья, к сожалению, так и не случилось. Первая это была Патриция Каз. Я был безусловно в нее влюблен и в нее, и в ее голос, вот, в ее образ. И она на самом деле такая очень милая, очень хрупкая. Вторая группа это была Диперпл. Вот. Ну, а третья Эси Диси. Эси Диси, так, надо сюда, значит, внести. Поэтому, ну, у нас 67% удалось все-таки реализовать эти мечты детские. Ну, я вот реально смотрю на список тех, кого вы привозили, вот я же в книжечку подсмотрю, у меня же теперь подшваргалочка есть, да, то есть Вероника Кастро, это прям вот, ну, это надо было обязательно, да, после... Ну, оно так случайно получилось, то есть мне позвонили из Москвы и сказали, ну, знакомые, да, сказали, Ген, ты же знаешь Веронику Кастро, Веронику Кастро, хоть я сериал этот не смотрел, но я смотрел... Вот этот вот звук по микрофону, это... Я смотрел, с каким упоением весь остальной союз смотрит этот... Богатый тоже плачет, что на вас, да, я назову это лучше, пока слово не прозвучало. И тут звонок такой, Ген, слушай, у нас тут день свободный намечается, вот к нам приезжает Вероника Кастро и у нас свободный день. Я говорю, когда? Они говорят, послезавтра. Лер, ну, ты имеешь отношение к шоу-бизнесу. Я предполагаю, что такое послезавтра. Я говорю, вы что, с ума сошли? А это было конец 80-х, тогда еще не было интернета, тогда маркетинг был совсем по-другому выстроен, вот, и они мне посоветовали, бери, найди площадку, бери, можешь от руки нарисовать на листочке А4 формата, что приезжает Вероника Кастро и к тебе придут люди. Ну, в общем-то, так и получилось. Ну, да, она была тогда культовой фигурой, после того, как вымирали все улицы, началось это с рабыни и зауры, а потом перешло... Мы вчера сделали несколько таких А4, повесили по разным доскам объявлений в Минске, вот, нашелся свободный день, именно тот, который нужно было в Доме офицеров, там хорошая площадочка, тысяча мест, и мы продали тысячу билетов на следующий день, и потом, через день, когда был день ее выступления, еще столько же людей стояло в очереди, желающих купить билет на нее. Обалдеть. Ну, я, честно говоря, помню свое детство, я, наверное, тоже с удовольствием хотела бы пойти с криками «Марианна, скажи ему правду», потому что 150 серий, когда Рамона заламывала в уши руки, я даже имена до сих пор помню, честно говоря, всего этого трэша, это страшно было. Было, 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 было. Было. Еще, за кадром мне была рассказана потрясающая история про Скорпиумс, про Клауса Майны. А, ну да. Это тоже вот прикольно. Вероника Кастро это кто? Спросили. Да вы что? Вы не помните? Богатые тоже плачут. Марианна... Помоложе, наверное, кто-то. Потом еще была «Дикая роза», а еще... Ну, актриса сериалов, но все-таки «Богатые тоже плачут». Это было следующее явление после «Рабыни Изауры», когда... А это подвинувшая Санта-Барбару. Нет, это не «Рабыня Изаура», это другое. Была «Рабыня Изаура», а потом «Богатые тоже плачут». Еще там «Санта-Барбара» была. Вот это вот все, это страшная смесь. Зомбировало мозги. Тогда же появились слова «фазенда». Зомбировало именно так. Архитектор Минди Сабаль, так говорили про потенциального жениха хорошего, да. Вот такой себе архитектор Минди Сабаль. Да вы что, столько всего вошло в наш лексикон. Так, возвращаемся к «Скорпиусу» к Клаусу Майну. История потрясающая. Я тоже люблю такие... Не понравился. Ну, потому что... Был 98-й год. Это начало нашего славного пути в большой шоу-бизнес для Беларуси. Мы уже в апреле пригласили Патрицию Касс. Это была наша первая победа. И дальше с нами наши московские агенты предложили. Параллельно предложили еще и «Скорпионс». И это был первый приезд «Скорпионс» в Беларуси. И Таллиннская филармония, поскольку мы партнерили и с ними, предложила нам примерно в эти же сроки Дмитрия Хворостовского. То есть получилось так, что условно 22 июня Дмитрий Хворостовский в Театре оперы и балета, а 23 июня «Скорпионс» во Дворце спорта. Ну и вот мы сделали такое совместное автопати в одном из ночных клубов Минска. И после выступления Хворостовского подтянули его на эту вечеринку. «Скорпионс» приехал на сутки раньше, поэтому они уже были в Минске. Мы тоже их подтянули на эту вечеринку, поскольку было много прессы, много журналистов. Ну и вот сидим, подбухиваем немножечко. Получилось так, что Хворостовский чуть позже приехал, а «Скорпионс» уже бухали. То есть мы сидели, пусть простит меня тот мужчина. Которому не нравится, что мы об этом рассказываем. Но мы не сильно как бы... И они заказали белорусское пиво, им было интересно впервые попробовать белорусское пиво. Ну и вот мы сидели, выпивали. Они у себя, мы не лезли никогда к артистам, мы у себя, но как-то вот все, включили танцевальную музыку, все было красиво. И тут заходит через какое-то время такой красивый мужчина, Дмитрий Хворостовский. Его привезла наша девушка-администратор, чтобы тоже он с нами этот вечер как бы добил, провел. Ну и он уже к нам сел. И сидим, выпиваем. Опять же, из песни слов не выкинешь. И тут подходит ко мне директор «Скорпионс» и говорит, слушай, у тебя Клаус Майн хочет с тобой поговорить. Ну и я подошел к их столику. Он говорит, «Гена, послушай, а вот мне очень знаком вот этот мужчина, который зашел. Это не Дмитрий Хворостовский?» Я говорю, «Ну да, Хворостовский». Он говорит, «Как? Я всю жизнь мечтал взять у него автограф». Ну вот, Клаус Майн, да, понимаете, мечтал взять автограф у Дмитрия Хворостовского. Такие истории, они же в таких... Если бы не белорусское пиво, между прочим. Не было бумажки, ну, как всегда, на салфетке, да, салфетка, ручка. Какая прелесть. Хворостовский на салфетке дает автограф Клаусу Майну. Это же прекрасно. Это прекрасно. У меня своя история есть про Клауса Майну. Это была страшная история, когда с первого радио отправили делегацию на первый прощальный концерт Скорпов здесь. Отправили делегацию взять интервью. Интервью взяли, но оно не записалось. Мы в гостиницу были, ездили в гостиницу. Это был адский ад. Конечно, это было горе, горестное. Но после концерта я вышла, тогда он выступал с нашей местной девочкой Лиэль, которая с ним пела песню Ирушалаем Шельзаав. Она пела на иврите, он пел по-английски. Я вышла с того концерта со словами, ну, только ради того, чтобы услышать, как в Израиле немец по-английски поет Ирушалаем Шельзаав, стоило сходить на этот концерт. У нас внезапно закончился первый час. Да, разговор... Да, да, да. А тема еще... Мы еще обязательно вернемся к концертной деятельности. Мы еще не начинали. Да. И что за нее бывает, это мы уже в следующем часе. Собственно, там много чего интересного. Так что вы никуда от нас не уходите. Мы продолжим и с байками, и с шутками-прибаутками, и с весело о грустном. Мы тоже поговорим. Так что оставайтесь вместе с нами. Я напомню о том, что Лучшее радио Израиль, YouTube-канал, там есть уже плейлист вышедших до того программ Эклеры Голицыной и это там тоже появится через пару часов. Ну и, собственно, аудиоподкасты можно слушать и в группу подписываться. И вообще, каждый день с 12 до 2 мы ждем вас здесь на 106.4 FM на канале Гвозди, наш спецэфир. И мы вместе с вами с 9 часов утра и до 6 часов вечера. Сейчас перерыв на новости и мы возвращаемся. Замесила тесто, Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам Эклеры. Но по моим правилам. 13 часов и 5 с половиной минут в стране. Продолжается вторая часть программы Эклеры Голицыной. Здравствуйте еще раз всем, кто слушает нас на волне 106.4 FM. Это Лучшее радио. Здравствуйте еще раз все те, кто смотрит нас на канале Гвозди в Ютубе. Всем еще раз желаю отличного дня. Со мной сегодня в студии Гена Шульман. мы говорим об интересных вещах, потому что человек продюсер и литератор. Вот сейчас мы перейдем к литературе постепенно, но сначала все равно я должна задать этот вопрос. Когда я читала биографию твою, мне стало как-то не по себе, когда я прочитала, что в 2000 каком-то году в Беларуси все еще существовали доносы и за это можно было сесть. И был навет. И был навет. И был донос, да, как вы все сказали, был донос, четыре сбок у ваших нет. Ну, здесь, скорее всего, не донос был, а такое заявление в милицию. Заявление в милицию от очень близкого человека, которое можно было расценивать как донос. Все началось, на мой взгляд, если мы потихонечку переходим к грустной теме, которую ты сказала, мы ее весело подадим, а мы ее действительно как бы не будем сильно грустить, потому что все в прошлом. Уже все в прошлом. Я вздыхаю от тоски, да. Мы звездили, звездили, да, мы с тобой говорили о том, что как бы Патриция Касс была, и что Скорпиус, что Хворостовский, и вот это был конец 90-х, а где-то в 2005 году вдруг было совещание, такое какое-то открытое совещание деятелей культуры с президентом Республики Беларусь, и у Лукашенко был большой доклад, и в этом докладе, кроме прочего, ну, понятно, что он всех там туда, направо, налево, картошку сюда, это сюда, то есть он рассказывал, как надо заниматься культурой, какие есть негативные тенденции в нашей сфере, ну, значит, сначала он разнес в пух и прах Беларусь фильм, а за Беларусь фильмом он примерно сказал следующее, и вот вы же, у меня компания называется Класс Клуб, Класс Клуб, Класс Клуб, и вот он говорит, вы же посмотрите, что творится у нас в концертной деятельности, появилась какая-то компания, клуб какой-то, вы же посмотрите, какие им бешеные московские артисты деньги платят, чтобы выступать на наших площадках, получается, что наша компания, то есть силовые органы поняли конкретно, что компания наша, Класс Клуб, Джаст Крафт, крышует всех московских артистов, и на следующий день к нам в офис пришло сразу пять организаций, одна из них положила нас всех на пол, вот, вторые пришли за ними, третья, четвертая, пятая, то есть это был, это был отдел борьбы с экономическими преступлениями, это был отдел борьбы с уголовными преступлениями, это был госконтроль, городская налоговая, и районная РВД, следовательно. Смотри, с какой любовью подошли-то, Да, основательно, но у нас по-другому никак. Ну, в общем, когда они нас подняли, мы зашли в отдельный кабинет с главным человеком из АБЭПа, договорились о том, что они оставят, то есть, ну, я сказал, у меня на всех нет кабинетов, чтобы вас по кабинетам, чтобы вы нас проверяли, вот, поэтому договоритесь с кем-то, пусть кто-то один сделает, один кабинет я найду, вот, у нас остался представитель госконтроля, который два месяца сидел и сделал справку, вот, но, в принципе, все было хорошо, они ничего не нашли, ко мне подошла главный бухгалтер, после того, как они закончили проверку, им нужно было написать справку, и она сказала, Геннадий Михайлович, они ничего не нашли, но они советуют и предлагают, и просят что-то им заплатить, потому что, вы же поймите, что если мы ничего не заплатим, ну, как это, проверяла пять инстанций и ничего не нашли, значит, придет еще, в следующий раз придет семь, вот, поэтому мы нашли цифру, которая устраивала всех, я заплатил штраф, и на нас, вроде бы, как бы от нас, вроде бы, как бы отстали, но это вроде бы, потому что, на самом деле, вот с 2005 по 2009 год, когда меня закрыли в 2008, 2009, 4 года прессовали не только нашу компанию, но прессовали полностью всю индустрию, имея в виду то, что есть лидер такой, как бы, как наша компания, когда принимали какие-то специальные законы против частного шоу-бизнеса, я понимал, что законы против нас, в итоге нам пришлось ликвидировать одну компанию, создать следующую, с другим названием, как обычно, когда делают, когда ликвидируют компанию, банкротят ее, и так далее, то есть я с 2000, если у меня с 92 по 2005 была одна компания, то с 2005 по 2009 4, вот, то есть мне приходилось все время менять, и мне казалось, я справлюсь, вот, но в итоге я не справился, в итоге в 2009 году меня закрыли на 6 лет, а причиной послужила, причиной и поводом послужило заявление одного из самых близких моих друзей, который, который хотел принять участие в одном из концертов, который я организовал на тот момент, это был 2006 год, и мне предложили концерт Джо Кокера, вау, да, вау, сказал я себе, и попросил прислать мне контракт, чтобы можно было ознакомиться нашим службам, мне с условиями приезда, все устраивало, все нормально, единственное, что было, для шоу-бизнеса это стандартная традиционная вещь, но она потом сыграла как бы роковую роль в моей жизни, контракт был с так называемой открытой датой, вот, то есть в 2006 году мне нужно было заключить договор, где было сказано, Джо Кокер нормальный чувак, он в принципе как бы работает, он работает у себя в Америке, но когда он приедет к вам в Европу, то он выступит у вас в Минске, и фактически был небольшой тур, то есть я пристроился к Риге и Киеву, Минск был третьим городом, поэтому я подумал, ну, в ближайшее время наверняка что-то произойдет, и он сможет приехать, вот, но Джо Кокер, простите, бухал, по страшному, да, и вот 2006 прошел, он, там, даже никаких намеков о том, что он собирается в Европу, 2007 прошел, и 2008, а в 2006, поскольку гонорар был немаленький, я часть средств предложил своему другу детства, вот, предложил поучаствовать в проекте, я часто это делал, когда мне не хватало средств, я брал деньги у своих друзей, у компаньонов, ну, за какой-то процент от прибыли или на каких-то условиях, просто процент в рост, вот, ну, и он согласился, он взял деньги в свои, и по чуть-чуть еще, наверное, взял у кого-то из своих друзей, ну, которых я не знал, но он как бы собрал вот такую вот какую-то сумму, вот, мы написали, как бы, бумагу о том, что я взял, и как я вернул, и я передал эти деньги, переправил в Америку, и, в общем, заплатил аванс, и ждал, когда приедет звезда, ну, вот, не приехал в шестом и в седьмом, а в восьмом, то ли мой друг бывший, то ли его люди, у которых он взял, они начали нервничать, где артисты, где деньги, то есть, получается, как бы, какой-то факт мошенничества, как я объясню или ему, который далек от этого всего, или этим людям, которые далеки от этого всего, что он приедет. Я тебе хочу сказать, что Джо Кокер, я уже сидел, целый год сидел в СИЗО, и однажды включаю телевизор, и это был 2010 год, осень, ровно год, как я уже чалился. Звучит включая телевизор, а я сидел в коммерческой хате с очень серьезными людьми, там со мной сидели два руководителя региональных таможен, сидел полковник военной разведки, ну, серьезные ребята, мы включаем телевизор, и вечером идет анонс, в Беларусь, в Минск приезжает Джо Кокер. Да, то есть все случилось, но уже без меня. Но это не послужило для каких-то оправданий, или это уже другие заключили договор? Это кто-то, я уже, я не знаю, то есть мне уже как бы, мне уже было тогда это неинтересно, неактуально, потому что мне нужно было выживать как-то самостоятельно. И как вот выжить еврею из шоу-бизнеса в белорусской тюрьме? Чем вообще там занимаются? Ну, евреи там занимаются тем же, чем и не евреи. Единственное, что я хочу сказать, вот поскольку, когда я уже вышел в 15-м году, и вот когда заболел вот этой книжкой, которую ты держишь в руках, то есть через несколько лет после того, как я выскочил из этого безумия, меня, то есть был какой-то период вот этот вот, когда, ну, то есть надо было, наверное, как-то обустраиваться все-таки после всего этого. И когда я уже обустроился, ну, правда, пришлось уехать из Минска в Москву, потому что здесь, в Минске, мне, ну, совсем уже было никак. То есть здесь все структуры, все органы еще под большим увеличительным стеклом, поэтому я уехал в Москву, и когда там все, в общем-то, наладил движуху какую-то свою, я вернулся к теме, а за что же, за что же? Вот, то есть я до сих пор не могу, и я никак не мог понять, за что я отсидел шестерку, потому что главная, как бы, причина, связанная с тем, за что меня закрыли, это, ну, статья мошенническая, но вот мы просто не договорились, что когда я взял деньги, и меня попросили в восьмом их начинать возвращать, я их, вернее, в девятом, да, я их стал возвращать, и условно там я взял сто тысяч долларов, там, и за три месяца я вернул сорок, ну, нормально же, не закрывая бизнес, ничего, но тем не менее, были написаны доносы, были написаны заявы, что отдается медленно, отдается таксяк, и все-таки милиционеры победили. Сразу стали понимать, кто у меня в гостях, Лера, привет, что за криминал, разговорчики, как на нарах, так мы об этом, собственно, и речь ведем, что человека, занимавшегося шоу-бизнесом, другие добрые люди, шоу-бизнесом не очень занимавшиеся, подвели под монастырь, вернее, привели на нары, а люди, которые там, знаете ли, чалились, они не говорят, когда я был в местах столь отдаленных, каждый раз, да, оно, хочешь не хочешь, приклеивается, как не уворачивайся. Ну, здесь даже, вот, тоже барышня, эта девушка, да, сделала такое замечание. Я хочу сказать, что, когда я освободился и уже начал как-то вести такое, как бы пытаться войти, как бы, в этот мир снова, вот эти слова, которые называются феня, они стали меня окружать отовсюду, и не от меня, а от тех, от кого я их слышал, просто те, кто их употребляли, они даже не подозревают, что это фени, фени. Очень многие, очень многие люди пользуются феней и не знают об этом. Да, поэтому этот упрек, как бы, он такой натянутый, дело в том, что, еще раз повторю, что, скажем, есть какие-то слова, которые прижились в простом обиходе, а это феня. Есть таких слов очень много, кстати, которыми, многие из них, мы подарили, евреи мы подарили. Вот, допустим, ты слыхала, ну, это да, об этом мы поговорим, вот ты слыхала, когда у тебя что-то спрашиваешь, а ты говоришь, а с какой ты целью интересуешься? Да, с какой целью интересуешься, ты говоришь так, а это феня. То есть, почему говоришь, не почему ты спрашиваешь, а почему интересуешься? Потому что спрашивать на фене, это значит, ты накосячил и сейчас с тебя спросят. Да-да, недавно мы тут уже обсуждали по поводу слова зашквар и зашкварится, что зашкварится это феня, а зашквар это... Это еще нежно, и вот когда я добрался до вот этой истории, я тебе показывал там в самом конце книжки. Да, тут есть словарь, между прочим. Это совершенно тоже такое очень серьезное филологическое действие. Вот, я написал словарь новой фени и назвал ее новой, потому что практически те, кто хоть как-то интересуется этой темой, они знают, что старая феня была основана на иврите, на ивритских словах. Да. И практически вся сформировалась, то есть, не иврит, а идиш. Но там было и вкрапление... на идишизмах. Вот. А вот когда я уже пребывал вот в этих, на этих территориях, все, что я услышал, это уже все были, ну, обыкновенные русские слова, то есть, практически... Я уже нашла себе новые любимые выражения. Я, правда, не могу зачитать их в эфир, к сожалению. Вот. Поэтому появилась новая феня и пошла в народ. Это прям вот, слушайте, это нужная книга. И здесь можно понять, кто откуда вообще пришел. Я тебе ее после эфира подпишу. Обязательно. Причем я уже понимаю, что мне придется полностью как-то перелопатить свой личный лексикон, да, потому что у меня есть, например, любимое слово бандерлоги. Я этим словом определяю людей, скажем... А на фене это определенная категория людей. Да, да. Вот это... Так в тюрьме называют некоторые категории арестантов с пониженным социальным статусом. В общем, людей, опустившихся и совсем за собой не следящих. Таких вот в камерах всегда загоняют на самый верхний непрестижный третий ярус, на который приходится взбираться как обезьянам. Вот. А я бандерлоги его называю, ну, скажем, тоже с пониженным социальным умственным, скажем, статусом. Немножко похоже. Похоже, да. То есть мне придется как-то пересмотреть свой лексикон. Я, правда, опиралась не на Феню, а на Маугли в свое время. Но я смотрю, мне тут... Да, придется. Не думаю, что те, кто формировали сленг, смотрели Маугли. Но слово это они... Читать так точно не читали. Что касается евреев вот в таких криминальных территориях, на которых я попал, я был удивлен, но антисемитизма там не увидел. Я потом спрашивал у тех людей, которые дольше меня сидели, больше раз сидели. И получается, что в уголовной среде, в бандитской среде, в асоциальной среде нет разграничений по национальности. Есть по статусам и по понятиям. То есть на тебя не обращают внимания, что ты или еврей, или татарин, и не стебаются на эту тему, тебя не унижают на эту тему, тебе это не акцентируют, не выпячивают. Важно, кто ты по жизни. Важно, кто ты по жизни. Да, вот, знаешь, есть такая пословица. По каким понятиям ты живешь, по таким и сидеть будешь. И понятия здесь употребляются не как уголовный термин, а именно как гражданский термин. То есть как ты жил, каким человеком ты был, вот там у тебя все это откроется, в десятеро приумножится, и ты этим будешь жить. Реально, как у Высоцкого. А если жил ты, как свинья, останешься свиньей. Вот, поэтому, если ты приличный человек, то тебя не сломают. Понятно, если нет специальных заказов от администрации, если ты не накосячил, если ты не злостник, а такие люди, как я, в Беларуси их много сидит, интеллигентных людей с высшим образованием, далеких от уголовной среды. Вот, если ты живешь, как говорится, мужиком, вот, то тебе ничего особенно не угрожает. А как вообще воспринимают, скажем, ладно, в основном, в основной массе своей, скажем, люди интеллигентные с высшим образованием, это первоходцы всегда. Первоходы, да. Первоходы, и в основном это один раз, и на этом все, да? Да. А как те, кто, в общем-то, давно сидят, авторитеты, люди, которые, воры в законе, которые уже не первый раз, для куполов уже местов не остается, то, что говорится. Нет мест. Как они относятся к таким? Как к кабанам. Я сейчас в словарик полезу. А есть такое понятие, ты знаешь, когда был ГУЛАГ, что такое побег на рывок, знаешь? Да, это ясно. Побег на рывок, это когда готовят побег, и с собой берут самого слабого. Для чего? Лучше об этом не говорили. Да, да. Понятное дело. Так, я сейчас словарик все читаю. Потому что я еще старую феню немножечко помню, потому что Одесса, привоза, оно никуда не девается, как не уворачиваешься. Там занимается собой, как выжить, как каждый день провести так, чтобы дожить до вечера, чтобы уснуть, а проснуться, чтобы у тебя хоть что-нибудь было, и самое главное, что хоть что-нибудь поесть было. Потому что еда, это самое главное, ну, еда и сигареты, это самые главные валютные предметы в этих местах. Поэтому хоть 10 ходок, хоть одна ходка, ты думаешь о том, как бы что-то покушать. А поскольку такие ребята, как я у нас, мы социализированы, у нас есть семьи, которые нам иногда присылают посылки, а у них этого ничего нету. Поэтому они думают, как тебя... К себе-то... Или к себе, да, или что сделать, чтобы у тебя отмести какой-нибудь кусок колбасы или целую палку колбасы. То есть они очень любят сухую колбасу. И вот они живут и думают, можешь себе представить, вот, скажем, меня везут на суд утром, в 6 утра поднимают, загоняют в отстойник, 3 часа в отстойнике, потом везут на суд, потом привозят на суд. Тебя загоняют в стакан, это метр на метр. Вот. И ты сидишь, ждёшь, когда тебя судья пригласит на тебя, а он может иногда и не пригласить, то есть тебя зря привезли, ты отсидел там 8 часов в стакане и уехал, и ты вечером не к кущи приезжаешь, а они уже... А утром или накануне ты получил посылку. А они сидят вот своей компашкой, да, то есть смотрящие в хате со своими архаровцами, да, они сидят с утра и кубатурят, думают... Какая прелесть. И думают, как тебя развести так, чтобы ты отдал им эту колбасу, но не нажаловался администрации. То есть больше у них там заниматься... Абсолютно больше заняться нечем. Но это тюрьма, а в лагере немножко всё по-другому. Честно говоря, у меня это всё вызывает мурашки по телу, это страшно. Вообще только представить, что человека, который вообще к этому не имеет никакого отношения, никакого... Вообще пути не должны были с этим пересекаться, да? Казалось бы, да. Казалось бы, ты занимаешься совсем другой деятельностью. От тюрьмы. От тюрьмы отцом... Тут самое страшное во всём, почему меня вот это в забу дыхание вспирает, что это близкий человек, который одной бумажкой написав... Я не понимаю до сих пор. То есть не понимаю, ещё раз говорю, что мне очень сложно понять, зачем ему это нужно было. то есть имея на руках получаемые деньги, написать, ну, заявление, что тебе не платят, или там обмануть всех, написать ложь, то есть для чего... Я до сих пор, вот прошло уже с тех пор 16 лет, я не могу... Ну, причину не могу найти. Может быть, твои зрители помогут? Слушай, ну, обычно в таких вещах играют какие-то низменные человеческие качества, самую важную роль. Зависти, да? В основном это зависть. В основном это зависть. Многие говорят, что это именно зависть, потому что он очень... Ему нравилось, как бы, вот этому моему бывшему дружочку, нравилось, что я ему даю пригла... Он мог заказать у меня, поскольку был самый близкий, пригласительный для друзей. Друзей привезти, даже на автопати показать, какой он крутой. Ну, вот вместо того, чтобы радоваться этому, человек, наверное... Я не знаю, мне тоже очень тяжело, но обычно... У меня нет такого качества. Самые близкие, это те люди, которые, скажем, у которых больше шансов воткнуть тебе нож в спину. Остальным просто не подойти, да? А те, кто близко, это удивительно. С другой стороны, это же всё равно, каким бы ни был, это бесценный опыт жизни, который никуда... Он остаётся с тобой, он во многом тебе может потом помочь. Да какой бы он ни был. Плохой и хороший, вообще плохого не бывает. Он и помогает. Вот перед тем, как начать наш эфирный разговор с тобой, я тебе сказал, когда мы говорили про депрессию, что после вот этого всего меня практически не посещает депрессия. То есть они у меня бывают в такие... Когда начинаются какие-то серьёзные периоды, форс-мажорные, вот, я как нормальный человек начинаю выйти, вот, допустим, как война началась, да, вот с Украины, причина моего отъезда из Москвы, да, где всё было хорошо, где вообще всё было, всё было очень хорошо. И когда вот я 24-го утром открываю компьютер и читаю новости, то есть у меня просто сносит крышу, и неделю я не могу ни ходить, ни есть, ни пить. Вот это была как бы недельная депрессия, после которой... Ну, это больше шоковое состояние, скажем. Ну, да. После этого я неделю ходил, позвонил Лёше, он говорит, ну, что вы там... Ну, если так, приезжайте, что вы. Ну, вот так. Вот, ну и всё, и мы, Лёшка помог очень быстро оформить документы, и мы сели и поехали. Ну, жена приехала раньше немножко, мне нужно было всё-таки докончить, я книгу доиздавал, нужно было родителям памятники поменять как бы. Ну, если я уж еду, надо было что-то вот освежить, что-то поменять. Вот, ну, в общем, доделал какие-то хвосты, и в апреле позапрошлого года жена была здесь, а я приехал в сентябре. И хорошо. Вот, и хорошо. Вот, поэтому книга светлая, она... Давай вздохнём и продолжим про книгу, потому что у нас сейчас пришло время перерыва, и если мы его не сделаем, нас загрызут, а мы хотим остаться живыми. Всё, после перерыва мы снова встречаемся. Эклеры Голицыной. Возвращаемся, выходим постепенно на финишную прямую, заключительные 20 с чем-то там у нас остаётся минут, и я так понимаю, что написанием этой книги у тебя, собственно, не закончилось. Ты планируешь написать ещё одну? После того, как завершил вот эту книжечку про то, как там... До того, как уехать сюда, я закончил ещё одну книжку, которая называется «Однажды я привёз». И вот это как раз книга о тех событиях интересных, с моей точки зрения, неординарных событиях, которые произошли в моей жизни вот на моём пути, и которые затрагивают конкретно каких-то артистов. Вот я про Караченцева, да, в трёх словах, или про Яковлева. Или про Никулина. Да, я же про Никулина. Я читала за историю. То есть у меня около ста историй, которые сложились в книжку. Ну и они пока отдыхают, потому что резко изменилась моя жизнь. Мы с моим издателем, с которым выпустили эту книжку, мы и планировали следующее сделать. Это был и его заказ про... Однажды я привёз. Но вот однажды случилась война, и жизнь резко поменялась. И через полгода я был уже в Израиле и воспринимал уже местную действительность. Пытался как-то уже здесь притереться, начать в свои 60 с чем-то новую жизнь, что, собственно, сейчас и происходит. Хочу сказать, что, мне кажется, с Израилем мы полюбили друг друга с первого взгляда. Это чудесно. Это не у всех так получается. Я не знаю. То есть я сам от себя такого не ожидал. Я когда приехал... Мне здесь нравится всё, даже водители общественного транспорта. Ну, уже. Уже. Вот я уже на них не сержусь. Поэтому как-то так вот всё пошло. Какая-то атмосфера как-то легла. И первые полгода, поскольку я начинал познавать Израиль, я писал у себя в Фейсбуке такие рассказики под рубрикой «Записки чайника». Я себя ощущаю здесь чайником, и то, что я вижу то, чего бросается мне в глаза, и то, к чему я ещё не привык, я об этом пишу. Ну, вот о водителях, которые не знают, что такое тормоза. Водители общественного транспорта. Почему? Некоторые знают, но почему-то думают, что на них нужно со всей дурей прямо резко. То есть они разные. Есть те, кто не знают, есть те, кто знают, но не так, как надо. Да, меня поразили здесь пожилые люди, которые здесь везде, которые себя прекрасно чувствуют, которые с утра оккупируют кафешки. Всё. Какие-то всё. Они оккупируют всё. Начиная от больничных касс. И вот этот свежий взгляд, он как бы меня немножечко как бы зацепил, и я где-то там раз, два раза в неделю пописывал вот какие-то такие вот штучки. Параллельно искал возможности как бы здесь подзаняться шоу-бизнесом, потому что, ну... Да, ну шоу-бизнес. Да, а чем ещё? Вот. Поэтому я предпринял какие-то действия, какие-то поездки через своих друзей, которые давно уже здесь, искал какие-то контакты, связи с теми, с кем можно было бы попартнёрить, как-то зацепиться за эту тему, потому что другого я ничего не умею. И, в общем-то, получилось. Где-то через несколько месяцев я уже работал в одной очень солидной компании. Прекрасная компания, потрясающие профессионалы, нравится всё, нравилось всё. Все мои предложения подвергались какой-то критике, но потом, когда мы их обсуждали, делали мозговой штурм, какие-то принимали, и этого было уже достаточно для того, чтобы, ну, как-то почувствовать себя, да, что пошло движение. Нужным и востребованным. Вот так вот у нас появился тур Назаровой-Васильевой. Помнишь ли ты это или нет, и знаешь ли ты, о ком речь. Как раз нам, правда, ещё повезло. Мы попали в волну. Тогда его выгоняли из МХАТа. Да. И это всё очень широко обсуждалось. И мы как раз предлагаем на него, как бы, приходить живьём. Вот потом у нас были ещё какие-то мероприятия, и венчало, как бы, закрытие сезона такого условного, концерт «Мумитролиев». Ох, «Мумитроль» на меня влияет очень плохо. Я просто даже слышу только «Мумитроли», и меня сразу... У меня очень негативное воспоминание. Я где-то словил у тебя такое в эфире. Да-да-да, у меня очень негативное воспоминание. Ну, тем не менее, да, есть те, которые любят. В ангаре как бы мы их зафрактовали, подписали контракт, всё сделали красиво. Но в октябре началась война, и случилось то, что должно было случиться... Вернее, то, что случилось со всеми похожими, подобными проектами. Пошли сплошные переносы, отмены и так далее. Ну, вот в этом я сегодня и пребываю. Я вот так отвечу. Тут написали. Здравствуйте. Как называется книга вашего гостя, и как его фамилия? Вот книга. Я вот, она вот возле моего лица, будем вы понимать, что называется. Она «Про то, как там». Автор Гена Шульман. Так что ищите, да, обрящите. Вот она, эта книжка, её видно. Ищите, да, обрящите. Да. Почему у меня такой вопрос? Я вот первую страничку, там, титульный лист, посмотрела, написано «Автобиографическая повесть». Я хотела задать вопрос. Что сложнее писать? Автобиографическую повесть или повесть, которая абсолютно художественный вымесел? Ну, Лерчик, одно не противоречит другому, на самом деле. То есть, в любом случае, то, что написано... Ну, вот эта книжка, это не публицистическое произведение, не документальное, не монография, а это художественное произведение. Это произведение «Про то, как там». И когда я писал рассказы, а она состоит из рассказов, то в том, что её можно начинать с любой стороны. Да, 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 с любого рассказа. То есть, она просто условно подчинена каким-то блокам. Вот. То я пытался использовать всю свою фантазию, всё своё воображение, свои знания языка для того, чтобы это произведение именно сделать не документальным, а художественным. Поэтому здесь есть какие-то... Здесь есть прямая речь, здесь есть какие-то вымыслы, которые точно характеризуют идею каждого в отдельности рассказа, но немножко отскакивают чуть-чуть от документального воспроизведения, потому что, на мой взгляд, документальное было бы не так интересно. А может быть, читателю интересно знать, видеть в рассказах автора, то есть его как бы, его видение. Поэтому книга получилась не злая. Она сложная, где-то есть тяжёлые главы и тяжёлые рассказы, но есть лайтовые, есть лёгкие, есть вот, как ты сказала, не весело, правда, а о грустном легко. Легко о грустном. То есть легко, не стронг, понимаешь? То есть там его там били, убивали. Хотя здесь есть какие-то такие вещи, вот я очень люблю рассказ, здесь есть мой любимый рассказ, «Малыш» называется. То есть это об очень сложной ситуации молодого человека, который попал просто под жерновами там. То есть он с папой, они бухали на 8 марта, бухали с папой, праздновали женский день. И уже пошли пятые или шестые сутки, у них всё закончилось, закончилось всё. И папа, когда они проснулись оба от угара, оказалась это ночь. И они вспомнили, что есть один ночник, но надо идти далеко. И малыш пошёл как бы за бухлом. Он дошёл до этого ларька, купил бухло, но поскольку назад сил уже идти не было, он зашёл на остановку и подумал, ну полежу я в начале марта, в Минске полежу, там где-то минус 2. На остановке полежу, дождусь первого троллейбуса и поеду. Ну и вот он лёг. И тут мимо проезжает патрульная машина. Но на вид кто-то лежит. А он голову поднял, они там тоже голову высунули, а он голову поднял и показал им средний палец. И они приняли его по-взрослому. И сфабриковали дело, и влепили ему в плечи 7 лет. 7 лет. Оказалось, в итоге, когда он увидел, он чуть с ума не сошёл. То есть, оказывается, он их бил. И было два свидетеля, и так далее, и так далее. Это прямо напоминает старый анекдот про каток. Рассказывай, как обгонял, как подрезал. Так вот и это. Да-да-да, поэтому очень много. И очень много в сегодняшних наших постсоветских странах люди сидят по беспределу. Просто очень большое количество людей. Очень большое. А что делать? Как это менять вообще? Это люди, которые в этом во всём живут. Они же все прекрасно понимают, что это беспредел. Все понимают, что с этим нужно что-то делать. А что-то делают исключительно небольшое количество людей, которые за это и проигрывают, за то, что они не все. Ну, посмотри, вот в августе 2020 года подумали люди, что можно попробовать поменять. То есть, фактически, голосовали же не за Тихановскую, а против Лукашенко. То есть, они не знали, кто такая Тихановская. И люди в итоге пошли, пошли толпы людей. И всё равно удалось их загнать. Кого в тюрьмы, кого под плинтус, кого из страны. Ну, потому что их было немного. Потому что, чтобы это изменить, нужны все. Здесь не только, знаешь, очень многие говорят, что белорусы очень мягко себя повели. Вот, допустим, Украина в 2014-м повела себя круто. А Беларусь не круто. Они же снимали тапочки и становились на лавочку. Помнишь, да, эту фотографию? Вот такие белорусы. Они померкованные. Им не хватило духа. Вот был ключевой момент, когда они толпой, 200 тысяч человек, подошли к резиденции. И там стояла какая-то линия этих силовиков. Но смести, да, не решились. Но не смогли. Поэтому здесь мы можем гадать, какие причины. Но в любом случае всех подавили, всех разогнали, всех избили, всех уничтожили. И вот когда мы выберемся из тоталитаризма, из тоталитаризма, вот я не знаю. Казалось бы, 21 век, но у нас уже надо выбираться. лишь как он побеждать. Это же все, вот то, в чем мы живем сегодня, мы, я имею в виду, ну, Израиль, мы, израильтяне, то, в чем мы живем сегодня, это примерно те же самые причины того, что произошло с Белоруссией, с Россией происходит, с Украиной происходит. Ну, мы же видим, что вот эта ось, она очень четко обозначилась сегодня. Ось зла, ось добра. Поэтому вот на той оси все те страны, о которых мы говорим, мы не понимаем, почему такое происходит. А мы на этой оси, у нас гибнут наши дети. Вот, и мы не можем понять, как это закончить. И когда это закончится. Вот, поэтому... Просто обидно, что в такие моменты, когда у тебя был шанс, и ты им не воспользовался, вот в этот момент у меня вот реально вспоминается песенка о переселении душ. Да, что если тупо как дерево, родишься баубабом, будешь баубабом, тысячу лет пока помрешь. Фух. То есть если не сделать этот шаг, то мы все будем продолжать быть этими баубабами, и тысячу лет пока помрем. И это, собственно, обидно. И хочется верить, что в однажды мы это пересилим, перешагнем, белорусы станут жестче, израильтяне станут громче, да, куда, хотя, казалось бы, куда, и мир их начнет слышать. В России тоже люди вообще начнут хоть какие-то признаки жизни подавать, да, и говорить, что нам так не надо. Да, Украина отвоюет свою землю и выгонит эту мразь со своей земли. И мы тоже наконец-то разберемся с этими, которые мечтают. Но когда это произойдет? Ну когда? Потому что везде чего-то нет, везде маленького чего-то не хватает. Понимаешь, это убого, тысячу лет как один день, и один день как тысячу лет. У нас нет такого ресурса временного. К сожалению. Хочется дожить до этого. Я еще слышала, что после 7 октября ты начал собирать истории людей, которые связаны с этим. Лера, чем тебе так не угодил мумий-тролль? Он живет в Америке давно. Чем мне не угодил мумий-тролль? Тем, что он мудак. Тем, что человека привезли ко мне на интервью. Почему я его не люблю? Своя история. Да, его привезли ко мне на интервью. Причем встречались мы с ним на этот раз, это была уже не первая наша встреча. До этого это был вполне себе вменяемый молодой человек, с которым можно было разговаривать, которого возили на старой машине, которая закипела, когда мы его везли там вместе с товарищем с одного места на другое, который задавал вопросы. Ой, это что за штучки про наши солнечные бойлеры? Да, что это такое? Мы ему рассказывали про Израиль. Адекватный совершенно молодой человек, помогавший нам, державший капот старой машинки, на которой его везли. В общем, все было хорошо. Тут его привозят на интервью. Человек вернулся с какого-то большого слета какого-то конгресса, заботившегося судьбой уссурийских тигров. Вот. И на этом конгрессе он председательствовал вместе с Брюсом Уиллисом. Круто. Да, вот. Собственно, он тоже так решил, поэтому ко мне приехало нечто вместе с новой женой. Без Брюса Уиллиса. Без Брюса Уиллиса. Но он же председательствовал вместе с Брюсом Уиллисом. И плюс молодая жена, новая, не так давно. То есть ко мне приехали одни понты, которые цеплялись... Без Брюса. Реально, да? Это такая метаморфоза, которая происходит с человеком на твоих глазах. Вот два года назад ты его видишь, это абсолютно вменяемый свойский чувачок, с которым вы сидите за сценой, попиваете коньячок, хохочете от разных анекдотов. А тут к тебе приезжают понты. Заходят понты, садятся. Человек за час эфира на меня ни разу не поднял глаза. Он не установил со мной даже зрительный контакт. Я задаю ему вопрос, я о чем-то с ним пытаюсь говорить, а он разговаривает со своей молодой новой женой, которую я изначально просила в студию не пускать, потому что, ну зачем она там? Да, потому что не с ней же разговор. И вот он разговаривает с ней, что-то мурлыкает ей, причем где-то мимо того, о чем я говорю. Мне даже радиослушатели начали присылать смс-ки, что мне памятник нужно поставить, что вообще происходит. И я, да, как бы бешеными глазами смотрю на продюсера и говорю, я его сейчас, ну выключаю, я его прибью сейчас. Либо вы его заберите, либо вы его унесете. Как женщины, когда появляются у звезд, по-роковому влияют как бы на них. И я вот после этого, когда слышу Илья Логутенко, меня, это был час. У тебя есть как бы с вами своя. У меня после него травма. Это как сейчас в Фейсбуке идет перепалка на тему «А Би-2 дадут ли бесплатный концерт в Израиле в знак благодарности?» Я считаю, что, знаешь, может, мое мнение непопулярно, но Би-2 не должны давать бесплатных концертов. Вы же не ходите, не знаю, там к прорабу и просите его бесплатно вам что-то там построить или спроектировать, или не знаю. Почему они должны бесплатно делать свою работу из благодарности? Они могут сделать что-то, да, но это должно быть желание, а не потому, что вы считаете, что они должны. Нет, они никому не должны, но, может быть, я думаю, что они... Они что-то, возможно, и сделают, но требовать от них и говорить, что они должны, это неправильно. Я сейчас согласен. Государство спасало своих граждан. Подшумок еще всю остальную группу, потому что прекрасно понимают, чем для них грозит возвращение в Россию. Наши сделали все очень красиво, очень просто, сказочно, персики, красавчики, но Би-2 им за это ничего не должны. И нам с вами, тем более, бесплатных концертов, платных концертов, бесплатно никто не должен работать, любой труд должен быть оплачен. Я с Лерой согласен. Тут как бы у меня... А вот Логутенко, да, тогда вот эти вот понты, мне обидно в этой ситуации, что я не смогла ничего ему сказать, потому что стоит продюсер, умоляющим взглядом, не бей, не убей его, потому что, ну, узнают мою добрую натуру. И я не смогла ему тогда сказать, что он нехорошо себя повел в этой ситуации. И вот это я жду случая, чтобы мне однажды, наверное, удастся все-таки в глаза ему это сказать и успокоиться. Это будет очень смело, с той стороны очень смело, ты молодец. Да, я, наверное, просто молча плюну, потому что он уже вряд ли вспомнит, а мне просто полегчает. Так вот, по поводу, да, прошло несколько дней, и опять у меня случилось завихрение в мозгах, опять та же примерно ситуация, как с Россией, с Беларусью, когда я ничего не мог справиться со своими эмоциями, со своей психикой. И через дня три я понимаю, что я взрослый дядечка, вот мне уже там седьмой десяток, а там ребята воюют, а там погибают, а они сражаются. И я смотрю, формируются волонтерские группы, и что-то происходит, а я в стороне, на обочине как бы всего этого движения. Ну да, ну я могу, я хожу там собирать что-то такое, да, в сумки, там загружать в машины, и отправляют ребятам там в горячие точки. Ну, ну что это? И в общем, и параллельно через дня 3-4 начали выползать какие-то какие-то истории в соцсетях, в вестях Израиль, в интернете, какие-то истории о случаях, которые произошли седьмого числа. Вот, на фоне вот этой совершенно дикой ситуации я начал вылавливать какие-то подвиги маленьких людей, которые, маленькие у меня в кавычках, да, я пишу, маленькие, маленькие люди большой войны, то есть у меня маленькие в кавычках, ну то есть маленькие на самом деле не маленькие. И вот где-то с числа 10 октября ежедневно я закидываю вот каждое утро по такой истории. Здесь какая как бы я вижу, какую я вижу в этом миссию? У меня очень слабая комьюнити в Фейсбуке с израильскими гражданами, с израильскими френдами. Ну, поскольку я здесь недавно еще не набрал нужной коммуникации. В отличие от Беларуси России, где у меня около 5 тысяч френдов. Я подумал, что даже если во-первых, то, что я сам увидел здесь, я увидел жесточайшую несправедливость по отношению к нашему народу. Вот то, что происходит в Европе, то, что происходит вот эти вот антисемитские завихрения, это такая несправедливость и такой бред, с которым не хочется мириться. И я понимаю, что я маленький человек, и мне очень, ну, мне не повлиять на это никак, но, может быть, вот в моей коммуникации найдутся люди, которым я буду рассказывать о подвигах. Я не только же это, а я еще какие-то там еврейские новости, еще что-то, еще что-то. Может быть, если мне удастся 10-15 человек перетянуть из европейского вот этого вот... Антисемитизма. Даже, нет, не антисемитизма, просто из региона вот своего, где я пробыл почти всю свою жизнь, если из вот этого моего комьюнити, из вот этого, эта часть моих френдов начнет мне сочувствовать, начнет сочувствовать, значит, нам, то мне кажется, что какую-то маленькую миссию, но я, но я выполнил. И поэтому вот это такое я себе нарисовал, ну, придумал, что, ну, это же ничего, как бы, ну, пусть я буду это делать, но пусть... И потихоньку вот этот, вот это, это комьюнити начало увеличиваться. И мне уже лайкают больше людей, пишут больше. Очень много, правда, одних и тех же, но появляются новые люди. То есть, в любом случае, идет живой процесс. Ну, это органический прирост, конечно, так это работает. Но я так понимаю, что это тоже в итоге выльется в книгу таких рассказов, историй о маленьких людях, которые делают большое дело. Я не знаю, в принципе, у меня уже получается где-то 130 рассказов таких, 130 историй. Их, наверное, на самом деле должно быть 130 тысяч. Да, то есть, сколько людей воюет, столько должно быть этих историй. Сколько людей помогает, фронт условно, да, столько должно быть этих историй. Но пусть это будет пока некая субъективная штука такая вот. Вот я сегодня, вчера увидел это, собрал материал, закинул в Word, подредактировал, вот, и на следующее утро у меня выходит новый материал. Ну, это живая работа, это интересная работа, но пусть оно будет, во что оно выльется, когда закончится война, я не знаю. Но пока я вижу в этом, ну, некую свою маленькую миссию, маленького человека. У нас внезапно опять заканчивается время, осталось две минуты. И эта миссия, мне кажется, она достаточно важна, и этим занимаемся мы все, каждый кто как может, да, каждый потихоньку. Кто-то просто помнит, кто-то рассказывает, кто-то передает часть себя, своего сердца, своего тепла, да, потому что мы все не можем остаться безучастными в данной ситуации, нам всем одинаково больно от того, что уже произошло, нам одинаково больно от того, что еще происходит, нам ужасно обидно от того, что вот, то, что ты сказал по поводу невероятной волны антисемитизма, который ему сейчас стало можно, он всегда был, он никуда не девался, ему стало можно. Можно и модно. Да, и акции, которые устраиваются в Европе, буквально недавно в Амстердаме, то, что устроили, это Амстердам, который зачастую место паломничества израильтян, их очень много, нас очень много туда ездит, вот, ну вот я не была в Амстердаме, сейчас у меня, например, вопрос, а хочу ли я туда поехать после акции в Амстердаме, которые провели, ужасная акция. Уже для себя выбираешь какие-то регионы, которые, вот сюда я больше не поеду, вот как у нас с Австрией сейчас вот получается. У меня так было с Турцией, я в нее ни разу не ездила и никогда не поеду, то есть принципиально не поеду. Сейчас уже начинают появляться какие-то другие города и страны, и от этого становится еще больнее, потому что, ну я же хочу мир посмотреть, я хочу себя миру показать, мы подружимся. Для нас он пока скукоживается. И вот он, да, он, к сожалению, скукоживается, и мне кажется, что если вот такие, как ты, будут продолжать писать и рассказывать, и пусть растет эта комьюнити, пусть оно будет маленькими шажочками, но вот в какой-то момент может быть рывок и все станет на свои места. И это будет очень круто. Я не одинок, я это вижу, что очень много народу такой вот себя продвигает. Да, мы стараемся, потому что это не столько себя, сколько вот нас всех, каждый по чуть-чуть, но мы за собой тянем весь наш многострадальный народ, скорбь которого в глазах у каждого. Спасибо большое, что нашел время прийти. Огромное спасибо за книгу. Еще раз покажу про то, как там, Гена Шульман. Ищите и обрящите. Я уже там пролистала, у меня уже есть чего-то сегодня вечером делать. Всем спасибо за то, что были эти два часа вместе с лучшим радио на волне 106.4 FM на нашем YouTube-канале «Гвозди». И Клира Голицына вернутся к вам завтра с 12 до 2. Ну и до новых встреч. Обняла. Целую крепко. Ваша Репка. Пока-пока. Эклеры Голицыной.